Всем привет, с вами Игорь. Сегодня провожу первый тест своего солнечного коллектора. Вот он такой вот у меня получился. Красавчик. Сейчас что-то около 11 часов дня. Солнце сейчас на него падает. Вот можете видеть по тени от подставки под спутниковую тарелку. Видите? Примерно вот так вот сейчас падает солнце. Ну, где-то 45 градусов, наверное. Примерно так. То есть оно сейчас еще будет ну, дальше сюда вот поворачиваться, то есть оно будет светить где-то в часов в час-два прямо. Прямо на коллектор под углом 90 градусов. Вот. Начал он работать примерно с часов 10. Как только повернулось отсюда солнце, и оно уже так скользнуло по коллектору с очень маленьким углом, но высох конденсат сверху. Снаружи ну, ночной конденсат, вот этот. Красавчик, так сказать. Высохло, и он стал работать. Вот. Вот так сейчас он светит. Сейчас на улице примерно градусов 13. Ну, по прогнозу. Точно я не мерил, но по прогнозу. Ну, и так на ощупь тоже. Где-то так. Градусов 13-14, не больше. Так, сейчас пойдем наверх на чердак. Посмотрим, какая там температура. Я там впихнул градусник в верхний выход коллектора. Сейчас глянем. Итак, вот я наверху уже. Сейчас тут уже стало темно, так как закрыл все. И окошки, и двери. Все собой закрыл коллектор. Но я думаю, градусник мы таки увидим. Сколько тут градусов. А, видите? Оно зашкалило уже. Уже столько нет на градуснике. делений и цифр. Ну, я не знаю. Так, градусов 60 получается. Наверное, больше. А может быть и больше, потому что там уже спирта нет. Может он не рассчитанный подниматься выше там. Тут какая-то отметка есть. Вот на уровне 50. Черненькая такая. Видите? Я не знаю. Может быть там уже просто нет спирта. Вот. И ощутительно так руку то, ну, отсюда идет довольно горячий воздух. Не теплый даже, а горячий. Горячий воздух. Ну, 60 градусов точно есть. Так, градусник можно пока что убрать. Вот. И с таким довольно приличным потоком. Я вам скажу. Ну, 2 метра высоты от этих вот. Это втягивающие. Тут даже если руку поставить, то тут прям аж холодно. Такой тянет холодный воздух. Ну, туда, в середину. Если потрогать абсорбер, вот сразу здесь, на входе, он еле, ну, не еле, но теплый. Теплый такой. Теплый. Ну, это понятно. Тут ходит холодный воздух и он его сразу охлаждает. Потом этот воздух, ну, кто может не видел, первый раз смотрит, он расходится в правую секцию, в левую секцию коллектора. Там нагревается, поднимается все это вверх и отсюда выходит. Вот здесь, если... Вот здесь можно руку обжечь. Прям даже тут на вот этой вот оцинковке пальцы держать невозможно. Только так. Чуть-чуть дотронулся и сразу надо убирать. Потому что можно обжечься. Вот. Вот так вот он нагревается. Я же говорю, поток тут такой довольно приличный. Сейчас я даже покажу, какой тут поток. У меня где-то здесь вентилятор был. Я ее вставлял и он крутился даже. Вот. А ну-ка. Хо. Пожалуйста. О, видите, крутится. Видно? Я думаю, видно. Вот так вот он крутится. Сам по себе. Ну вот, движение воздуха. Так вот, если вытащить ее, видите, не крутится. А так крутится. Вот такой вот довольно приличный поток здесь воздуха получается. получается. Ну, понятное дело, когда будут работать вентиляторы, то температура должна будет упасть. Я надеюсь, что она упадет. Я на это очень сильно надеюсь. Потому что с таким КПД сейчас он, как бы, если так сказать, можно так сказать, работает с очень низким КПД. Ну, с такой температурой 60 или больше градусов. Я думаю, что там даже больше, чем 60. Вот. Сейчас, кстати, конец этого, октября. О, конец октября. Вот. Это получается, ну, следующий месяц, ноябрь, декабрь, это самое низкое солнце. Посмотрим еще, будем ее тестировать потом, как он будет реагировать, как он будет тепло выдавать во всех этих месяцах, с солнцем, без солнца. Вот так вот этот вентилятор крутится от потока горячего, я вам скажу, горячего воздуха. Это уже не теплый, это уже реально горячий. Надо вытаскивать, чтобы не было перегрева. То еще перегреется. Потому что там мне писали, что не беспокойся, зимой у тебя коллектор не перегреется. Но я уже сейчас вижу, что если свет пропадет, электроэнергия в сети, и вентиляторы выключатся, то тут реально будет перегрев. Тут 100 градусов это легко, это легко, я вам скажу. Уже вот этот вот абсорбер, я не знаю, ну, руку вообще даже дотронуться даже на полсекунды нельзя. Вот такой вот горячий оцинковка. Поэтому я же говорю, вполне. И это солнце сейчас еще светит примерно 45 градусов. 11 часов дня сейчас, и оно светит неровно на коллектор, совсем неровно, а под углом 45 градусов. Когда оно будет, у меня юго-западное направление, когда оно повернется солнце и будет прямо светить на коллектор, то я вообще не представляю, какая там будет температура. Вот. Ну, в принципе, у меня там плавиться нечему. Тут все открыто, горячий воздух выходит. Вот. Так что, я думаю, поликарбонат должен выдержать такую температуру. правда, он вогнулся в середину. Я потом покажу. Вот это, конечно, недостаток. Я сейчас думаю, как его устранить, чтобы он не выгинался так сильно в середину. Вот. Ну, вот как-то так. Пишите, что вы про это думаете. Какие бы вы хотели увидеть тесты. Там по температуре или почему. Ну, уже буду подключаться. Это, конечно, такой тест предварительный. Так сказать, ну, почти ни о чем можно сказать. Ну, что, если у меня здесь я подключу дом сюда, и у меня будет входить здесь не сейчас на чердаке там 13-14 градусов, ну, пускай даже 15, а тут будет входить больше, ну, градусов 18, наверное, то на выходе еще больше будет. Буду заводить уже в дом, вот здесь не видно сейчас потолок, темно здесь, темно. Здесь под коллектором сразу буду срезать дырку под трубы. У меня есть гофра канализационная вот такая вот есть. Сейчас покажу. О, вот такая вот обычная серая канализационная труба. По-моему, 110 или сколько. Она будет идти вниз, эта труба в дом вытяжная и входная и выходная. Вот, к ним вентиляторы я даже подумал, наверное, я их сюда и поставлю. Прямо вот в эти фитинги или фитинги кашуфлянцы. Они так хорошо сюда влазят, вроде как оно сделано. Видите, раз, наделся. Ну, тут немножко такой люфтик есть, там, может, пару миллиметров. его на силикончик можно поставить или пенкой наложить пену, потом надеть, оно приклеится, все склеится и будет классно. Наверное, вентиляторы я сюда и поставлю, чтобы потом не резать гофру. Вот так вот, раз, гофру надену на сам вентилятор вот здесь и так же само снизу. Надену снизу, правда, так же само не получится, потому что тут надо развернуть вентилятор, а он, видите, расширенный с одной стороны, то есть вот здесь вот он получается как раз впритык, ровно, ровно сходится. Тут надо будет сделать какую-то муфту, муфточку, может, с оцинковки скручу, муфту, а может, просто скотчем, мы скотчем это, наверное, так будет не очень красиво. Вот, ну, вот такое вот видео, буду, короче, резать потолок, заводить трубы, все это подключать, терморегулятор, вентилятор, и тогда уже будут нормальные тесты, потому что сейчас это, ну, такой тест, так просто захотелось снять, мне посмотреть какая там температура. Ладенько, пишите в комментариях, что вы думаете об этом, все, может, какие-то вопросы есть, советы. Все, всем пока, до следующих видео.